Здравствуйте! Вы смотрите программу «Формула здоровья» в студии Мария Шматкова. Сегодня у нас в гостях Мария Викторовна Фроловичева, заведующая кожно-венерологическим отделением филиала номер 3 3-го Центрального военно-клинического госпиталя имени Вишневского. Здравствуйте, Мария! Здравствуйте! Очень рада вас видеть в нашей студии. Сегодня хотелось бы более детально поговорить о работе вашего отделения, о тех новых методах, которые появляются и которые буквально в ближайшее время будут в вашем арсенале. Нельзя сказать, что они новые. Это, в принципе, достаточно длительное время существующие методы лечения кожных пациентов. Просто в нашем Одицовском округе, я думаю, этого не было давно. Благодаря тому, что отделение стало развиваться, пришло новое руководство в госпиталь, и нам дали зеленый свет, мы можем нашим пациентам предложить высокотехнологическую медицинскую помощь в рамках специализированной медицинской помощи по профилю дерматологии. Большие амбиции у нас по поводу косметологии. Но если все-таки говорить про ВМП, то какие это направления? Что конкретно попадает в эту категорию? В эту категорию, к сожалению, попадает ограниченный перечень по МКБ заболеваний. Это такие, как псориаз, артропатический псориаз, витилиго, экземы, атопический дерматит или нейродермит. В различных формах устойчивый к ранее проводимой терапии, с большими площадями поражения и с отличными результатами. Допустим, мы можем предложить по высокотехнологической медицинской помощи большой арсенал аппаратуры фототерапии. Это и узкополосный ультрафиолетовый свет УВБ бета-лучи 311 нанометров и ультрафиолетовый А-лучи. Это новые установки, современные лампы и, самое главное, медикаменты, которые мы можем предложить. Это цитостатики, это иммуносупрессивные препараты. И в комплексе с активной работой докторов, у нас 3 молодых доктора, и все очень хорошо настроены на развитие этой методики, мы можем предложить свою помощь. Если говорить о пациентах, то все-таки на высокотехнологичную медицинскую помощь выделяются квоты. То есть есть квоты по ВМП, как можно получить их и готовы ли вы принять всех пациентов, если мы говорим про округ, Подмосковье в целом? Мы ограничены объемом, конечно же, коек, наше отделение развернуто на 20 коек. И, как правило, данная ситуация планирует плановую госпитализацию. Получить не так сложно направление. Вы можете обращаться в поликлиники наши госпитальные, можете обращаться непосредственно в наше подразделение. То есть у нас есть консультативно-диагностический прием. И, опять же, в госпиталь. Это пациенты по ДМС, это пациенты по ОМС. Просто нужно обращаться. И я, собственно говоря, об этом и хотела сказать. Получается, что отделение открытое, врачи есть койки свободные, технологии имеются, оборудование тоже. В принципе, все создано для того, чтобы успешно лечить заболевания. Да. И наш персонал, в принципе, опытный. И конкретно в данном направлении есть сотрудники, медицинский персонал, средний и младший, которые работают в этом направлении, в этом отделении больше 20 лет. Я, как заведующая подразделения этого заведующего отделения, очень бы хотела призвать людей обращаться. Потому что, если мы разговариваем, допустим, про псориаз, это социально активные люди. И если они имеют на открытых площадях тела, лица, волосистой части головы, руки, пораженные участки, социально активные люди с удовольствием бы, я думаю, обращались. Потому что хочется добиться ремиссии. Если мы возьмем узкопсориаза, то насколько эффективно конкретно ваше лечение, какие методики вы применяете? Ну, опять же, мы будем применять, получит ли человек квоту. Не получит человек квоту. В нашем арсенале действительно высокотехнологическая медицинская помощь. Поэтому процентов, если все будет здорово, то процентов 60-75 – это ремиссия. Это может быть длительная ремиссия, может быть более короткая, более продолжительная, но не меньше, я думаю, года точно. Но тот, кто страдает этим заболеванием, он поймет, что это большой успех – выйти с чистой кожей. Если получится, то и 5-10 лет. Просто псориаз, он, конечно, полностью неизлечим. Это не инфекция. Это хроническое, мультифакториальное, генетически обусловленное кожное заболевание. Но есть технологии, которые позволяют это все корректировать. Добиться ремиссии и человек из распространенной формы перевести в стационарную. И это вообще никак не помешает жить активно, социально активно. Если говорить про направление косметологическое, насколько оно действительно вам интересно, насколько оно востребовано сегодня со стороны жителей, и какие дефекты, заболевания относятся к этой конкретной категории? С чем вы готовы работать и хотите, и работаете? Дело в том, что косметология, она в принципе не может оказываться в условиях стационара. Это, как правило, консультативно-диагностические мероприятия, услуги, медицинская помощь. Поскольку косметология очень актуальна вообще в России, в Москве, в Московской области и во всей стране. Есть моменты, когда действительно какие-то дефекты могут человеку мешать. Не только психологически, но и физически. И мы занимаемся не только всеми известными инициированием филеров внутрикожно, увеличением, заполнением каких-то объемов или просто батулинотерапией. Мы же решаем на самом деле социальную проблему. Человек социально адаптированный, уверенный в себе, он достигает больших успехов и в работе, и в личной жизни. Поэтому если пошире посмотреть на эту тему, не просто это бизнес. А с темами все-таки к вам обращаются пациенты, конкретно ваши? Конкретно мои, ну я же говорила, у нас три доктора, и у каждого есть, безусловно, свои пациенты. Но если привлекать новых, то мы можем, во-первых, решать какие-то комплексы, генетические какие-то, косметические дефекты, удалять какие-то новообразования, которые тоже человеку могут мешать, и опять же на открытых участках, на закрытых участках тела можем решать проблему волос, облысение, очаговая лапеция. Опять же, если телезрители смотрят, они понимают, это очень актуально. Просто у человека здорового и красивого, ну, может быть, какие-то есть там нюансы, и то обязательно будут вопросы к косметологу. Никто не хочет стареть, да? Но если у человека есть эстетическая проблема, допустим, это очаговая лапеция, это отсутствие на самом заметном участке волосистой части головы объема какого-то, да, волос. То есть, я не знаю, слава богу, у меня это миновало, да, участь, но если человек мучается, мы можем ему помочь реально. Как? Во-первых, мы проходим вместе с ним целую программу. Мы обследуем, мы разговариваем, собираем анамнез, изучаем причину. Если нужна какая-то диагностика, опять же, в нашем госпитале далеко бежать не надо, у нас хорошая лаборатория, теперь она делает иммунологические и микробиологические обследования. Мы можем заглянуть не только с помощью нашего дерматоскопа, да, снаружи, но и изнутри. И если комплексно подходить, если это какая-то инфекция, это грибковое поражение, то это самый легкий путь. Если это какая-то скрытая анемия, если это стресс, просто можем человеку помочь, и он уйдет красивым, довольным, счастливым, здоровым, самое главное. Вы уже сказали, что работает молодая команда врачей. Как удается привлекать молодых специалистов, потому что все-таки близость Москвы, она накладывает свой отпечаток. Очень хорошая организация, потому что это государственное учреждение, так подобралась команда, что мы заточены на эффект, на помощь, на медицинскую помощь. И если получается, что актуальные направления объяли молодые люди, ну почему не развиваться? Почему не развиваться? Три у нас молодых доктора с хорошим опытом, с хорошим образованием. Я думаю, что у нас вообще все должно получиться, и у нас, и у наших пациентов. Каким вы видите дальнейшее развитие вашего отделения? Мы вводим высокотехнологическую медицинскую помощь в дерматовенерологии. Я думаю, что в Одинцовском округе конкурентов у нас нет, и есть КВД, но наше отделение стационарное, оно в объеме многопрофильного учреждения. То есть мы можем взаимодействовать с любыми другими направлениями, и кардиология, и ревматология, и эндокринология, и та же хирургия, сосудистая или пластическая хирургия, гастроэнтерология, все вместе. Не надо бегать куда-то. То есть вы приходите и получаете нормальное комплексное исследование в стационаре, адекватную помощь, эффективную. И поэтому я думаю, что развитие в двух вариантах. Высокотехнологическая помощь и косметологическое клинико-диагностическое лечение. Мария, спасибо за интересную беседу. Очень, конечно, хочется увидеть уже в действии, в развитии. Идти в ваше отделение. Спасибо за интервью. Что бы вы пожаловали в завершение нашим телезрителям? Ну, чтобы более активно люди обращались к нашим местным врачам, к нашей организации. Не надо ездить в Цникви, в Москву. Не обязательно ездить в Голицыно, в Одинцово, на Бирюзово, дом 1. Есть замечательное подразделение, которое, возможно, раньше было еще сильнее. Но кадры меняются. Молодые люди приходят. И я думаю, они достаточно конкурентно способны. И поэтому можно здесь проходить достойное лечение и достойное обследование. И получать хороший результат. Спасибо вам. Пожалуйста. Вы смотрели программу «Формула здоровья». Берегите свое здоровье и здоровье своих близких. До свидания.